В минувшее воскресенье в детском оздоровительном лагере «Комета» началась третья смена. Более 350 новополоцких мальчишек и девчонок проведут 20 дней на природе в атмосфере дружбы и душевного тепла. Компанию белорусским ребятам составит 30 сверстников из Российской Федерации. Накануне делегация из Кстовского района Нижегородской области прибыла на отдых в нашу страну. Это делегация ребят, которые числятся в нашей юнармии. Юнармия – это детское объединение ребят, которые видят себя в деятельности армии. Они знакомятся со всеми традициями, которые есть в Российской армии. Учатся основам воинского искусства, строевой подготовки, марша. Ребята проходят постоянную подготовку. И вот выбрали ребят из всех лучших школ, которые лучше всего проявили себя в разных конкурсах юнормейских. И сформировали делегацию для посещения лагеря «Комета». Несмотря на дождливую погоду, для гостей традиционно организовали теплый прием с хлебом и солью. Для полного погружения в лагерную жизнь юнормейцам подготовили насыщенную программу пребывания. Вовлечем в свою деятельность общелагерных мероприятий. Они не будут жить здесь отдельной жизнью, а будут жить жизнью нашей лагерной. Встречаем их со спортивными мероприятиями, патриотическими мероприятиями, походными мероприятиями, культурно-массовыми мероприятиями. Смена будет очень насыщенная, энергичная. Надеемся, что детям понравится, и они от нас, в Беларуси, увезут только теплые и нежные воспоминания. После торжественной встречи утомившихся от дальней дороги россиян накормили обедом и разместили в заранее подготовленных комнатах. Воспитатели «Кометы» также провели для гостей инструктаж по правилам пребывания и технике безопасности на территории лагеря. В 8 утра мы просыпаемся, в 8-10 у нас зарядка. То, что время называем, оно неизменно. Как есть, так есть. В 8 поднялись, в 8-10 все на зарядку. 15-20 минут на месте, бегом, будем импровизировать, то есть проводить различные варианты зарядок. Распорядок дня насыщенный и не даст ребятам заскучать ни на минуту. Каждое проводимое мероприятие направят на укрепление дружбы между юными белорусами и россиянами. Мы ждем, что ребята подружатся со своими белорусскими сверстниками, что они будут дружить домами, странами. Очень ждем, что ребята познакомятся с белорусской культурой, очень тесно познакомятся с достопримечательностями города. Мы уже разговаривали с организаторами смены, что у нас будет несколько экскурсий, в том числе и в Полоцк. Ребята смогут познакомиться с историей Белоруссии более подробно, потому что все-таки соседнее наше дружественное государство. Хотелось бы, чтобы ребята больше знали о наших друзьях. Сами же ребята тронуты до глубины души гостеприимным и теплым приемом, оказанным им не только по приезде в лагерь, но и с самых первых минут на белорусской земле. У нас была экскурсия по Минску, там тоже все очень понравилось, особенно то, как нам рассказывали про какие-то здания и про все такое. В Хатыни очень был крутой музей, тоже очень хорошо рассказали. Встретили нас просто замечательно, честно, не ожидали такого, были очень рады. Ну, ожидаю то, что найду новых друзей и получу много положительных впечатлений. Впечатления первые радостные, на поезде покатался, которые привезли меня сразу на экскурсию. Рассказали много всего про Минск, нас провезли на автобусе, показали город, показали достопримечательности. Ездили в Хатынь, нам рассказали историю Хатыни, что там было. Встретились замечательно, но такого не ожидали, очень весело, позитивно, ребята все хорошие, дружные. Я думаю, узнаю больше про историю Беларуси, узнаю больше ребят, друзей, познакомлюсь. Предстоящие 20 дней в Беларуси обещают подарить гостям массу новых эмоций и впечатлений. В ходе запланированных экскурсий российским школьникам расскажут про историю, традиции и культуру нашей страны, а на ежедневных мероприятиях лагерной жизни ребята найдут новых друзей среди белорусов. И такие летние каникулы запомнятся надолго, как новополоцким ребятам, так и российским гостям. Евгения Гончаренко, Максим Корольков, Сергей Пальцев, телеканал «Звезда». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!